итак российское наступление продолжается практически по всей линии фронта кстати идут тяжелые бои от крынок это вот напротив херсона условно до левый берег днепра где украинская морская пехота продолжает удерживать небольшие плацдармы и до самого севера это вот стык луганской донецкой областей харьковской области это серебрянское лесничество район сватого кременная вот эта дуга где тоже российские войска пытаются продвигаться но в целом вот и основные их усилия заметны на авдеевском направлении после захвата авдеевки они продолжают пытаться двигаться вперед там я напомню они потерпели довольно тяжелый урон под селом тоненькая во время попытки вот такой массированной танковые атаки вообще атаки бронетехникой это район бахмута где они сейчас плотную подошли к часовому яру и вроде как есть данные но они говорит украинская сторона что к 9 мая есть приказ взять час афьяр чтобы был как какой-то успех и в запорожской области соответственно это район работина где россияне пытаются срезать выступ образовавшийся в ходе украинского наступления пока прямо-таки драматических успехов у них нет украинцы действительно местами отходят местами высу пятятся но ведут такие бои на отходе довольно тяжелая форма кстати боевых действий то есть нужно отходить закрепляться иметь сзади уже подготовленные рубежи обороны и так далее пока никакой катастрофы не случилось это важно понимать украинская армия сохраняет целостность своей обороны и украинская армия сохраняется самое важное это управляемость то есть управляемость есть бои идут очень сильно украинцам осложняют жизнь это вот дефицит боеприпасов из-за прекращения практически американской помощи и это удары российской авиации вот этими кабами корректируемыми авиабомбами которые вот буквально сносят украинскую оборону сейчас под ударами этих бомб одновременно кстати харьков например и часов яр то есть часов яр вот судя по рассказам украинских военных буквально сносят с лица земли вот дом за домом квартал за кварталом бомбят 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 отбиваться особо нечем с ракетами для пво проблемы отдельный вопрос то удары по тылам да по инфраструктуре разрушение электростанции разрушения городов тот же харьков буквально на глазах превращают в алеппу что характерно вообще нет никакой реакции со стороны мирового сообщества мировое сообщество это долбанное все озабочено значит спасением газа от кровавой израильской военщины буквально да ну и вся эта история на ближнем востоке с ударом ирана по нам с нашим ответным ударом по ирана очень сильно отвлекла внимание но я поэтому и решил сегодня записать это видео потому что забывать об этих вещах нельзя прямо сейчас данный момент российская армия пытается уничтожить украину уничтожает украинцев разрушает там все делает вот по меткому выражению одного моего хорошего знакомого страну инвалида то есть разрушить инфраструктуру так чтобы вот как бы вообще там ничего не осталось возможно речь идет о создании санитарной зоны возможно просто вот так тупом разрушение даже жозе баррель такой вообще вот прямо скажем не сильно его обвинишь там в каких-то симпатиях там украине ли я не знаю там к тому же израилю и так далее но это он сказал что давайте уже дадим украине пво потому что иначе нам потом дороже обойдется ее восстановление и внезапно шаль заявил о том что союзники готовы передать украине 6 батарей патриот вот как будто они стояли где-то на складе там завалились в уголочек и про них забыли а тут вдруг случайно нашли при том что как я уже говорил у американцев десятки батарей пвона хранение то есть они не используются not in service то есть их можно довести до ума и передать украине короче говоря будем надеяться что все эти вопросы решатся что касается тактики российской то тактика у них довольно слово любопытное здесь нам не очень подходит в общем странное сейчас тактика у них следующие они используют тактику быстрых таких атак и танковых десантов но в качестве бронемашин для десанта используются не только танки вообще само понятие танкового десанта пехота набивается сверху на танк не внутрь паша внутри нет места там четыре члена экипажа и все или три члена экипажа в зависимости от модели танка набивается вешается сверху да вот такими гроздьями облепляет танк он несется к украинским позициям его задача доехать до них вот до переднего края скинуть там десант и собственно может кому-то из них удастся зацепиться за украинскую оборону перед этим они обрабатывают украинский передний край там авиации и артиллерии после чего происходят вот эти вот атаки которые по меткому выражению моего хорошего товарища это же военного комментатора и галя левина называют бонзай атаки ну что другой 1 употребил это название я не знаю но вот это вот и идеальное такое название бонзай атаки то есть они несутся скидывают десант проблема здесь в чем последний раз вообще тактику танковых десантов использовали время второй мировой еще и считалось что это не очень хорошая такая история это как бы тактика с сутью заключается в том что десант на броне очень уязвим танкисты ладно сидят внутри за броней но близкий разрыв снаряда которая осыпет танк осколками или метко пущенная пулеметная очередь стряхнет половину десанта с брони поубивает людей там или покалечит плюс к этому танк несется по пересеченной местности вот так вот вот туда-сюда колупается болтается пехотинцу нужно за что-то держаться при этом держать рукой оружие да там выкладка боекомплект все дела кто-то падает по дороге там калечится кого-то переезжают этим же танком но помимо танков которые еще имеет хоть какие-то шансы доехать до до собственно украинского переднего края они используют грузовики вот уже были замечены урал и либо кустарно обшитые железом либо урал из бронекапсулой которые забирают из росгвардии это урал и предназначенный для контртеррористических и полицейских операций для общевойсковых действий когда у противника есть противотанковые ракеты fpv дроны артиллерии так далее они не годятся и вот таких уралов там замечен уже был ни один и не два и даже гольфкары и на которых кстати приваривают мангалы то есть они на гольфкаре вот несутся в атаку и даже мотоцикл то есть два человека едут один рулит 2 сзади сидит с автоматом и вот их задача доехать и свалиться в украинский окоп вот буквально так тактика это она чудовищно затратная в чем была проблема до один из главных выводов со времен второй мировой был в том что нужно пехоту сажать за броню то есть нужны бронированные машины то что и писи называется до армур персонал карьер в иностранной как бы вот терминологии да то есть боевая машина пехоты бронированная которая защитит личный состав ну хотя бы от пули осколков здесь же вот он как такая живая биологическая броня облепляет сверху этот танк и вот самый такой характерный случай был когда fpv дрон украинский прилетел в такой танк и с него начали разбегаться пехотинцы их насчитали 26 человек то есть взвод практически поместился на танк как это возможно вообще не понятно еще раз говорю тактика это чудовищно затратная она приводит гигантским потерям и брони и людей точнее и транспортных средств и людей что броня там не всегда используется говорит это в первую очередь о том что дефицит брони существует в российской армии не хватает физически танков зачем посылать один танк да и 26 на нем вот как бы человек налепить когда можно отправить 5 танков в атаку это 5 пушек это 5 или 10 пулеметов зависимости от комплектации плюс бмп и вот этот вот кулак весь туда двинуть но они вместо этого атакуют вот такими вот одиночными машинами неся просто гигантские потери по подсчетам различных порталов потери у примерно пять к одному в людях и примерно столько же в бронетехники может быть на отдельных участках больше то есть есть там отдельные направления отдельные вот районы боевых действий где вот в поле зрения снято это с украинских дронов можно насчитать до сотни единиц подбитой бронетехники они все равно прут они все равно лезут они все долбятся в эту украинскую оборону чтобы ценой перевеса даже вот в таких потерях чуть-чуть оттеснить украинские войска тактика амеба как вот у нас было написано на картинке предваряющие это видео да то есть гигантская такая небо которая ползет вперед пожирает все на своем пути все разрушает на своем пути крайне не чувствительно к потерям ни одна армия в мире наверное ну кроме какой не знаю северокорейской на может китайской я не знаю не решилась бы на такие потери это вот одно из главнейших таких заблуждений было запада возможно и украинцев тоже что огромные потери россиян остановит но сотни тысяч убитых я не знаю уже там сотни тысяч раненых и покалечены все это их совершенно не останавливает все только вперед амеба у нее мозгов нет она просто ползет вперед и все пожирает на своем пути ну в российской армии там периодически происходит какая-то смена генералов одного с ним у другого поставят все это в надежде делается на то что там что-то улучшится и так далее но при такой тактике там хоть 10 генералов в день меня и там хоть воскреси маши даяна туда посади неважно это не имеет значения это все но работать не будет потому что военная наука учит нас важнейшему принципу массирования или концентрации сил нет смысла наступать на фронте длиной в 800 в 900 километров это невозможно это нужно иметь колоссальное количество войск даже если твой противник сильно уступает тебе и в количестве брони в количестве людей наступаем наметился где-то успех концентрируем тут силы вводим их в прорыв до добиваемся этого прорыва для начала но пока у них особых прорывов нет ту же агдеевку кстати они взяли то не благодаря тому что они штурмовали ее в лоб это два года происходило тому что им удалось обойти ее флангов и тогда вот поскольку этот плацдарм простреливался насквозь до плюс эти кабы вот украинцам пришлось оттуда отойти сейчас вот у них везде есть такая тактика не пытаются как будто вбивать такие клинья в украинскую оборону тут клинышек тут клинышек тут клинышек и таким образом пытаться создать кучу вот таких маленьких ардеевок да для того чтобы тут и там и тут заставлять украинские войска пятиться украинцев как я уже сказал проблемы с боеприпасами пока конечно сильно выручают и в пиве дрон который украинцы активно используют то есть несколько было таких случаев как минимум неизвестно когда атаки бронетехники и пехоты отбивались только вперед ронами буквально больше ничем не было других боеприпасов но вот сейчас проблема это потихонечку вроде бы сдвигается с мертвой точки как я уже сказал эти европейские снаряды там должны скоро начать поступать американцы сформировали уже пакет помощи пентагон уже его сформировал и ждет только финансирование только подтверждение из конгресса что до деньги выделены и эта помощь как было сказано в течение недели уже кое-что из нее поступит в распоряжение в сау будем надеяться что так оно и будет зачем вообще все это нужно вот казалось бы да сейчас такой момент когда ни у той ни у другой стороны нет сил для решительного прорыва украинцев понятно их задача сейчас держать фронт сохранять его целостность сохранять управляемость армии копить силы копить ресурсы ждать западные помощи пытаться самим что-то развивать у себя производитель в том числе да ну короче уходить в глухую оборону по возможности у россиян казалось бы да тоже нет резервов если где-то и удается прорваться там или продвинуться даже слово прорваться здесь не очень подходит то нужно вот по идее останавливаться тоже копить силы тоже там формировать какие-то стратегические резервы если таковые есть может быть проводить мобилизацию докопить технику для вот этих прорыв нет они все вот как поленья в костер подбрасывают подбрасывают поддерживая этот огонь я тут вот подумал что наверное причины тому несколько первая причина это все этот неистребимый карьеризм российских генералов звездочки сами на погоны не упадут ордена сами себя на грудь не повесят значит нужно изображать бурную деятельность нужно во первых посылать доклады наверх о том что идем вперед атакуем там все нормально все в порядке продвигаемся тот факт что у них выбивают бронетехнику старую причем очень много старой техники сейчас подходит с баз хранения они об этом не сообщают тебе ждали 20 танков так ты воюй как бы уж целых 20 танков а то что это какие-то 55 там т-62 кое-как модернизированы это в этих раскладах не учитывается и поэтому они бросают и бросают своих солдат в бой вот есть такая история кто хочет погуглите любанская наступательная операция это была зима весна 42 года когда после вполне успешного контрнаступления под москвой советская армия точнее то есть сталин решил что все настало время переходить в наступление хотя вермахт потерпев на одном из направлений поражения сохранял все еще свою высочайшую боеспособность в результате по всему фронту начались наступательные действия одно из них закончилась харьковской катастрофой жуткой абсолютно а любанская наступательная операция проводилась при наличии сил в полтора раза больше было людей чем у немцев которые были в обороне и было пол боекомплекта на артиллерии то есть нечем было стрелять и просто вот тупо штурмовали немецкие позиции это были волховские ленинградские фронты ну вот почитайте кому интересно вы поймете что это вообще за режим такой да и чтоб с тех пор ничего не изменилось хотя прошло уже скоро сто лет как прошло а вот принципы остались все те же самые вперед массой навалом тактика амебы вторая причина как мне кажется возможно у кремлевского диктатора и вообще вот у его окружения зреет понимание того что сейчас надавят запад там может надавить может на украину может на россию может все вместе там как-то короче говоря дело катится какой-то паузе в боевых действиях большой такой там типа переговором ничто этому не предшествует но возможно у них есть такое понимание и в преддверии этой паузы украину там путем давать не давать ей помощь да трамп может быть победит может он там будет заставлять украину идти на переговоры может быть нет мы этого кстати совершенно не знаем как пойдет себя трамп но есть такая теория так вот тогда нужно успеть захапать как можно больше территории зачем она им совершенно непонятно все что на этих территориях есть все разрушены все вдребезги разрушен города и поселки не существуют от них остаются одни остовые фундаменты но вот они как вот та самая мебель как раковая опухоль пытаются распространиться и отожрать как можно больше территории украин и проблема конечно заключается в отсутствии украины сейчас необходимых ресурсов даже для поддержания устойчивой обороны удается пока поддерживать но если помощи в ближайшее время не будет то все это может закончиться очень и очень печально я не ожидаю глубоких прорывов я не ожидаю наступления на харьков но вот путем такого медленного ползучего отгрызающего кусочек за кусочком наступления не могут отхватить еще какую-то часть территории и это такой момент довольно опасные и вот западные союзники ведут себя конечно в этом смысле довольно странно при том что располагают возможностями для того чтобы украине помочь и вот это вот очень и очень тревожит вся эта ситуация потому что украина истекает крови украина ведет тяжелые бои но пока вот к сожалению эта помощь имеет такой характер час по чайной ложке или по капле фрикал кажется это было называлась операция когда союзники перестали гонять конвои в советский союз а отправляли корабли по одному кто проскочит тот и молодец вот это называлось по капле что-то в этом роде надо сказать один момент что пока вот на сегодняшний день ни одной из сторон за все это время не удалось добиться того что называется в военном искусстве каскадным обрушением фронта то есть когда фронт рушится расползается и когда вот происходят гигантские прорывы тут такое было в частности во вторую мировую войну немцам сорок первом удавалось такого добиться и сороковом когда они начинали воевать там с французами и британцами советским войскам удавалось это добиться уже в саду в свою очередь там в конце сорок четвертого начале сорок пятого годов были такие вещи но вот в украинской войне такого не было ни разу ближе всего к этому подошли украинцы во время харьковской операции но там просто банально не хватило резерву то есть в какой-то момент не ожидая такого успеха украинское командование столкнулось с тем что передовые отряды уперлись уже уплотнившуюся российскую оборону а развить успех было к сожалению не но и так там удалось добиться довольно впечатляющего результата так что последим за всей этой истории посмотрим как это все будет будем надеяться что сейчас конгресс американский наконец-то решит эти вопросы помощь пойдет и украинцам сразу станет легче как минимум на фронте до в тулу там это отдельная история про эти обстрелы как-нибудь отдельно поговорим в любом случае украине победы там посмотрим как все это будет развиваться спасибо что смотрите мои видео еще раз призываю вас не забывайте пожалуйста поддерживать и будем дальше обсуждать события и у нас на ближнем востоке и в украине и различные другие тоже еще раз спасибо всем пока